Детский и юношеский центры И первый вопрос, я знаю, об этом вы говорили очень много и часто, и все же в каком году был создан ваш центр? Небольшая буквально предыстория, какие задачи сегодня ставит перед собой ваш центр? Добро пожаловать к нам в Нью-Йорк, мы очень рады с вами встретиться, принимать вас здесь, рассказать о нашем центре. Наш центр создался 4 года назад, но все началось много лет до этого. 13 лет я в стране, и началось все с культурного центра кавказских евреев, где я работала директором детских программ. Все началось с танцевальной студии, лесгинка, а потом переросло вот в такой большой центр. Раньше я думала, что как интересно, что никто до меня, никому не пришла такая идея открыть центр, где арт, музыка, танцы и спорт были бы вместе. Неужели, думаю, никому не пришла такая идея в голову? Потому что здесь очень большие расстояния, и родителям очень тяжело возить детей в разные места, чтобы заниматься, и приходится выбирать только один какой-то вид. А у нас все вместе. А у нас все вместе, да. Этим он и славится, этот центр. Он отличается от многих других. И, то есть, пришла такая идея, только потому что я как родитель своих детей, мне тяжело было возить. Но, оказывается, здесь, в Нью-Йорке, это все виды разного бизнеса, и поэтому они имеют разные правила. И совместить это все идея была замечательная, но оказалось совсем нелегко, потому что это все эти направления, они разный вид бизнеса, со своими правилами, то есть, со своими страховками и так далее. Но мы очень рады, что у нас это получилось, потому что действительно у детей есть возможность, и родителям легче, и детям есть возможность заниматься и спортом, и танцами, и музыкой, и арт. Чем в своем центре вы сегодня гордитесь больше всего? Наш центр называется My Way. Это мой путь. Задача в том, чтобы каждый ребенок мог выбрать свой путь в этой стране и получить вторую профессию. А может быть, просто развить какие-то таланты с детства. Поэтому у нас в центре, когда родитель приводит ребенка, первый урок бесплатный. И он может повести по всем классам, то есть, во всех направлениях, для того, чтобы ребенок почувствовал, где ему комфортно, где ему удобно, где больше ему нравится. В этом задача состоит центра. Кого вы принимаете в ваш центр? Есть какие-либо критерии, ограничения для детей? Центр, то есть, сейчас уже открылись и для малышей программы. Раньше были с четырех до, ну, потому что это же и юношеские. То есть, у нас есть, ну, тинейджеры, то есть, молодежь и 21 год, и 19, и 22. Вот, ну, с двух с половиной лет сейчас тоже могут прийти в центр, любой родитель может привезти своего ребенка. Потому что, вы понимаете, это начиналось все с кавказских танцев, начиналось с сохранения культуры. А потом это все выросло совсем на другой уровень, потому что, вы знаете, Хаяла, у нас очень много детей поступают. Здесь же три категории, ну, три раза ты в разные школы ходишь. И вот перед тем, как переходить из одной школы в другую, сдаются экзамены. И один из экзаменов, чтобы попасть в хорошие школы для талантливых детей, это искусство. То есть, нужно сдавать или спорт, экзамен, или арт, или музыку, или танцы. Вот, и мы очень рады, что наши дети поступают, мы здесь их подготавливаем. В прошлом году у нас практически не было ни одного ребенка, которого мы готовили во всех направлениях, то есть, не поступившего. Кто может преподавать в вашем центре? Каким должен быть педагог вашего центра? Мы очень рады, что у нас работают профессионалы и люди, которые очень любят свое дело. Они любят детей, они любят то, чем они занимаются. И только благодаря этому такие результаты. К сожалению, люди с другими критериями у нас не уживаются. Они сами уходят. А сколько у вас в центре детей сегодня? Около 150 сейчас. На какие возрасты они делятся? Здесь какие у вас критерии? Сколько детей больше всего по каким-то возрастным ограничениям? Средний диапазон у нас, ну, большинство это, конечно, от 6 лет до 15, до 14. Вот так, от 6 до 14. Это основная масса. Меньше там те, кто после 14, меньше те, которые... Потому что программы для малышей мы начали только. У нас ведет замечательный педагог Стефани. То есть, и эти направления для малышей будут развиваться. Какие программы? Что сегодня вы предлагаете в вашем центре? И что буквально собираетесь предложить в недалеком будущем? То есть, какие программы у нас есть? У нас разные виды танцев. То есть, модерн-данс, хип-хоп, кавказские танцы, бальные танцы. Сегодня вы все увидите. Вот. У нас футбол. И, то есть, здесь это называется сахар, европейский футбол. У нас арт и скульптура, которую ведет замечательный педагог. Вообще у нас в педагоге, если вот так вот разобраться, то есть каждый профессионал очень высокого класса в своем деле. И вам, вы с ними, я надеюсь, пообщаетесь и сами это поймете. Как вы помогаете родителям и их детям выбрать правильное направление? Мы сначала спрашиваем и у ребенка, и у родителя. То есть, мы пытаемся выяснить, что интересно этому ребенку, потом направить его по направлениям, а потом вместе с родителем решаем, что лучше будет для этого ребенка. Потому что есть иногда желание родителей, они хотят, чтобы дети занимались, например, бальными танцами, а дети не хотят этого. То есть, мы пытаемся найти какой-то компромисс. Сначала мы выясняем, какие у ребенка есть интересы, что ему больше всего интересно. Потом они берут пробные классы. Мы анализируем вместе с родителем, что родителю бы хотелось, что хотелось бы ребенку. И, конечно, останавливаемся и убеждаем родителей в том, в чем больше ребенок сможет раскрыться и в дальнейшем иметь успех. К вам приходят родители вместе с детьми. Чем они занимаются? Есть ли для них что-то или они просто ждут своих детей, оставляют здесь своих детей и уходят? Не созданы возможности, потому что вопрос в том, что у нас не располагает помещение, раз. Во-вторых, родители очень занятые. Они оставляют очень часто детей на несколько часов и уезжают заниматься своими делами. Поэтому очень тяжело совместить. И потом родители и дети вместе, когда они занимаются, кто-то отвлекается. А чтобы родители сами пришли одновременно, ну, то есть, сами пришли на классы, они не располагают времени. Ну, и здесь такой вопрос, я не могу вас не спросить. Какой ценовой политики продерживается ваш центр? Есть ли какие-либо скидки для детей? Например, из одной семьи к вам пришли трое детей? Так как это нон-профит организация, то есть, в Америке созданы такие условия для нон-профит организации, вот, то есть, цены у нас по сравнению с теми намного меньше. Если у нас трое детей скидка, если берут три активити и больше, тоже имеется скидка. Кто-нибудь помогает вашему центру, например, местной власти, диаспора? Вы знаете, то есть, мы очень часто выступаем на мероприятиях, которые связаны с общинами, разными причем общинами. Показываем выставки, устраиваем, то есть, приглашаем политиков к нам на наши торжества. Вот, в том числе, есть такая замечательная организация, Brooklyn-Baku Friendship Association, вы тоже увидите президента, Мариэта Розенталь, это подписаны, значит, между городами Баку и Бруклин, города Побратимы. Вот, я являюсь директором детских программ этой организации. То есть, в принципе, три организации, они работают вместе. Это International Foundation, Азербайджанское землячество, это Brooklyn-Baku Friendship Association и наш центр. Эти две организации очень сильно нас поддерживают и помогают. Что касается финансовой помощи, то, конечно, здесь очень сложный вопрос. То есть, финансовая помощь, так как содержание ансамблей, соревнования. То есть, каждый раз у нас проводится, например, по футболу, это турнир памяти Банишевского мы здесь проводим, ежегодную выставку мы проводим. Вот, мы участвуем во многих фестивалях, где мы представляем Азербайджан, культуру Азербайджана. Поэтому финансовой помощи такой на сегодняшний день мы не имеем. Но поддержку мы имеем, мы очень благодарны за эту поддержку. И у нас был такой момент, когда из Баку нам помогли с костюмами. Вот, вы сегодня увидите эти костюмы. Но дело в том, что у нас каждый год меняется программа, меняются танцы, дети растут. И поэтому содержание ансамбля очень сложное дело. А сколько мероприятий в год, например, вы проводите? Очень много. В месяц, наверное, мы участвуем где-то минимум в три мероприятия, ну а за год. А есть еще наши собственные, которые мы организовываем. Как скоро собираетесь вы расширяться и собираетесь ли, учитывая все те перспективы и те планы, о которых вы говорите? Собираемся, если будут на это финансы, с удовольствием. Вот программа, которая у вас в перспективе. Когда планируете? В ближайшее время? Ну, вряд ли в ближайшие два года. Май официально объявлен в Бруклине месяцем кавказского наследия и азербайджанской культуры. Это с вашей легкой подачей, об этом вы также говорили, что предусмотрено в программе на этот год. По инициативе организации Бруклин-Баку Фрэншип Ассоциейшн обратилась Боро-президенту Бруклина Эрику Адамсу с таким хорошим предложением. Эрик Адамс поддержал. И, естественно, Бруклин-Баку Фрэншип Ассоциейшн проводит месяц май кавказского наследия и азербайджанской культуры. Мы являемся частью этого, то есть так как дети выступают. Почему именно месяц май? Потому что в мае очень много праздников, связанных с Азербайджаном. И самый главный праздник в этом году – 100-летие, становление демократической власти в Азербайджане. Поэтому мы добились, чтобы именно месяц май. И вообще он замечательный. Это весна, это тепло, красиво, природа. В общем, можно делать разные проекты. Ну и до того, как я перейду к своему заключительному вопросу, не могу вас не спросить. Как обеспечивается безопасность детей в центре? Это очень важно на сегодняшний день. В нашем центре безопасность здесь есть все необходимые. То есть он оборудован именно так, что здесь рядом полицейский участок. Вот постоянно идет контроль, мы с ними связываемся. Поэтому сам он создан по всем правилам, которые нужны в Нью-Йорке, для того, чтобы открыть детское заведение. Ну и, конечно, исходя из вашего предыдущего ответа, что знают сегодня об Азербайджане в США, в частности, в Бруклине, там, где вы живете? На сегодняшний день в Америке знают, что у Азербайджана замечательная культура, красивая, яркая, добрая. А главное – вкусная еда. И добрые, и замечательные люди, которые готовы жить в мире, в добре, в сотрудничестве и уважении ко всем другим религиям и ко всем другим национальностям и народам. Еще раз большое спасибо вам за интересную беседу. Спасибо за то, что приняли нас в вашем центре. И так всесторонне, всеобъемлюще рассказали обо всем. Еще раз спасибо вам за гостеприимство. Было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо, что вы приехали. Мы очень рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова